Одного из руководителей Общероссийского народного фронта, депутата Госдумы Александра Васильева, возмутило бездействие мэрии Улан-Удэ в ситуации с вечным огнем. Экспедиция народного фронта посетила в столице Бурятии вечный огонь, который оказался совсем не вечным. Его зажигают только по праздникам. На официальный запрос, почему в Улан-Удэ огонь не вечный, представители городской администрации ответили – нет денег. На что Васильев заявил – пусть мэрия Улан-Удэ катается на автобусе, но вечный огонь должен гореть. Васильев, как в воду глядел, деньги у мэрии есть. Вот только тратятся они не туда. Так, например, 2 млн 683 тысячи рублей городские чиновники хотят потратить на ГСМ для своего гаража. На эти деньги они хотят закупить 77 с лишним тонн бензина и дистоплива. Причем израсходовать его планируют всего за три месяца – с июля по сентябрь. Получается, что в день чиновники мэрии проезжают около 10 тысяч километров. Это расстояние от столицы Бурятии до Южной Африки. В июле в Улан-Удэ перекроют еще несколько улиц. Сразу по окончании работ на многострадальной улице Трубачеева городские власти перекроют улицы Ермаковского, Боевую, Заиграевскую и Балдынова для ремонта сетей. О точных сроках не сообщается. Напомним, ремонт теплотрасс на улице Трубачеева в Улан-Удэ обещают завершить в срок до 15 июля.